Так, друзья, пробуем. Угадайте на каком-то. Давай первую, первую, первую. Все? Тихонечку. Руль только не крути. Прямо, 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 прямо. Тормоза отпусти. Тормоза всегда отпускай, не яйца. Она будет ее разворачиваться. Ну что, всем привет. Пробуем. Это что, семерка, да? ВАЗ-2107. Резина какое-то состояние, расскажи. Убогое. Состояние убогое. Приехали и хотим попробовать заехать на горочку. Горочка выглядит вот так. Но мы пробуем еще раз. Для сравнения. Потом заедем на ней. Все, уже первую надо. Не хватает. Отпускай тормоз. Так, а теперь давай насчет. Просто первую включать и поехали на первой. Без всяких. Не надо переключаться. Давай, поехали. но все уже дали поехать на 1 на 1 до вида 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 пойдет пойдет потихоньку отпускай рыбками тормоз ну ладно пойдет тоже так но примерно задний привод естественно не будет хватать зацепа раз выйдем резина посмотрим еще еще хочешь попробовать ну давай пробуй до вида 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 все приехала врач не ей на тормозь отпусти на тормозе от пусть и потихонечку ты хочу сейчас нормально все правильно руль ровненько сейчас сделаем обзор на вот автомобильное чего нас там типа липучки стоит автомобиль у нас бойцовский впереди резина стоит намного лучше чем сзади но прикольно конечно вот смотрите горочка на разгон то есть на разгоне автомобиль но не получается заезжать сейчас попробуем на не все ли туда подняться автомобиль него та же горочка поедем на 1 пониженной блокироваться не будем посмотрим как у нас автомобиль него заедет специально разгоняться не буду первый раз попробуем заехать дифференциал блокировать не будем если не заедем то дифференциал заблокируем тут кочки определенные то есть вот до этого места мы доехали как видите на ниве это совершенно совершенно не страшно и едет это вам для сравнения полный привод задний привод или передний привод разница конечно есть колоссальная давайте мы еще заедем выше заедем здесь вторая пониженная так вот примерно вот такая высота числа вы видите то есть если камера передает это примерно выглядит ребята так не но тут а я вода вы спустимся здесь потихонечку здесь можно пониженную выключить и на второй пониженной скатываться скатываться просто можно притормаживая но скажи есть разница в ней не выплачет вот такой склончик просто первая повышена притормаживаешь и просто скатываешься на ней и спешить не надо и вот таким образом можно прокатнуться давайте прокатнем всего на ту трассу так выехали с вами на полигон определенный а давайте по кольцу скатнемся это круто честно сказать занос вообще газ давлю в пол здесь когда грязь или снег наверно будет интересно вот давайте заходим поворот газ давлю-давлю-давлю-давлю-давлю зашла нормально тут газ походу не надо отпускать на полном приводе зимняя резина установлена не знаю самому страшно тормозим зацеп идет нормальный ну смотрите повороты держат ничего не вижу куда ехать ах ребята тут все едем-едем все все поехали пить чай наверно все поехали пить чай наверно ну-ка зайдет что в принципе на ниве можно и покататься пробуем заехать прямо но здесь наверно придется межосевой наверно заблокируем также на пониженной не знаю съехать наверно можно а вот заехать и во первых смотрите там типа диагональных вверх не такая получается тема но съехать так всегда съедишь главное остановиться вот мы попробуем давай потихонечку а я думаю что она не едет она на на 2 пониженной сейчас 1 пониженная она буксует ребята но она едет ребята вот так вот примерно реально говорю и запас мощности двигателя на 1 пониженной вполне 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 сейчас остановлюсь покажу смотрите вот примерно вот такая вот такой примерно слой и мы заехали ну неплохо да так нашли лайтовый спуск тут примерно вот так вот машина съезжает опа да 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 мы примерно вот так вот сидим на камере это никогда не передается и не видно докажет что все легко но нет нет не вас рулит рулит едет достойно и между прочим защита бампера который я установил губа называется не мешает задел всего один раз а так проезжал везде так с нами катались хозяин семьюшки и его девушка дарья расскажи пожалуйста от впечатления когда мы с тобой заезжали на горку но хотелось попробовать первый раз все-таки интересно страшно интересно ну а в ниве как вот удобно вот именно в пятидверной смотрите вот ребята сидят в принципе рослы и место вот сзади да вот человек метр девяносто сзади сидеть удобно вполне вполне до достойно в короткой ними такого конечно нету теме отличается пятидверно то что удобство багажник вашего можно перевести едем на кольцо как катались с вами на ниве расскажи про машину какой третий а какой пробег здесь 73 показать мне кажется 27000 она стоила когда я купил короче движок спеканутый был я перебрал его сейчас вы выезжаем на кольцо ручник у тебя не работает работает но все давай посмотрим по кольцо прокатимся ощущение вам передам заднего ряда кресла как она примерно будет ехать да нет здесь от нашего зимой будет работать сейчас ему тяжело как на ралли drive но пока осень не сносит как вот я чувствую сидел сам для запад держусь за кресло поворота конечно крутые но все равно держит подвеска не сносит земля хоть и замерзшая вот 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 здесь уже нет 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 все равно держит держит ее нормально но что хочу сказать что все равно автомобиль дорогу держит едет в принципе достойно хоть и стоит 20 тысяч рублей автомобиль проезжает нормально меняемся водителем я сяду за руль попробую вот смотрите по соотношению с него и до расстояние приличное то есть можно удобно как спортивном болиде сел кресло ли такое провалено ли такое мягкое уже конечно немножко твой так ну что ухо сцепление да какой слушай у меня не они вообще его нет а у тебя вот это да жестко классик может быть да сейчас немножко прокатнемся привыкли да как-то нем ножка неудобно переключаться так радянка кресло назад что-то двигается секунду меня ноги немножко не помещаются я уже забыл все 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 они все ладно поехали и как-то педали расположено но это нужно привычка конечно нужно привычки но хочу на газ а здесь инжектор на карбюратор даже это передачи но заходит достойно достойно заходит на третий идем нормально есть просто если бы тормозил я бы зашел бы в этот сугроб а так то что на газу прошел он ее конечно но тормоза надо сейчас на это прокатался на весь да здесь нам притормаживать вот примерно так давать сейчас на месте так вашему обзору смотрите лада веста универсал какой движок здесь напомню 1616 клапанной в принципе он новый до пробег 22 насиловать не будем просто сядем посмотрим как у сидится как удобно неудобно вот так как он отвлекается а вот все вот здесь конечно по сравнению семеркой намного намного лично мне метр 82 удобнее есть механика кто весту не видел вот смотрите примерно вот так все это выглядит как бы так сжато после него после семерки удобненько но еще шторки конечно дают немножко давит а так в принципе прикольно прокатнемся и конечно сцепление как на ниве то есть мягенькая ноги не хватает на семерки немножко у меня не умещалась трогается плавненько посмотрите первое второе вот газ чуть подал в принципе двигателя хватает как по трассе вообще ездить нравится ну нет хотелось посильнее помощнее то есть то есть ты считаешь что движка не хватает на этом машине после 100 движка не хватает именно на 5 при обгоне до 6 на обгоне очень не хватает интерес вообще на по городу по городу отличить по году ну вот принципе веста и у меня то что супруга ездит гранта на автомате 2020 года которому брали на автомате ездить вообще по городу просто песня не нужно следить незачем просто едешь давишь ну вот едем по этому кругу конечно мы как на семерки ехать не будем но в принципе комфортно боковая поддержка вот я сижу у меня вот боковая поддержка сиденья в принципе вот здесь мы на семерки немножко я не уместился но мы там и на 3 пробовали ехали сейчас напрямую выйдем попробуем они и прокатнуться по своему двигатель слышно да слышно слышно маловато шумки молод если делать то надо добавлять мог куда шум а как сзади артем место хватает да сзади тоже вот чем говорю универсалы что не вот очень удобно то что много места и багажник конечно для семьи такие машины выгодно да чё по расходу кстати по трассе где-то она показывает 885 но это если ехать не не по крейсерской скорости может и 9 и показать но это 120-130 показать по городу где-то в районе десятки на показать но это тоже редко подбывает 86 показать это тоже от манеры езды зависит но нет нет ничего классно классно оценник напомни 19 год с учетом всех скидок 670 с копейками а что-то не знаешь так вот подвеска будто пробивает нет такого девушка какой-то динам динам бывает куда есть такое есть такое но это очень редко если что-то прям серьезно ловишь нет но сейчас едем такое ощущение как будто шаровой вот немножко там хотя пробег сок давишь 21000 есть конечно шум определенный я почему-то думал что как-то поинтереснее будет навести но такой подъемчик на неве здесь у меня бамперов нет не цепляет тоже хватает давайте вот немножко проедем смотрите ускорение небольшое пути кузов длины но держит нет вообще длинные база они по трассе даже лучше чем на короткой базе трассу намного лучше держит даже зимой когда снег или гололед на длинной базе есть удобно так ну ладно приехали мы на нашу точку сбора у нас тут самовары мясо немножко жарим всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте там лайкос и подписочку ребята все пока пока всем а